Добрый день любители денима! Сегодня мой рассказ о легендарной фабрике Con Mills White Oak, то есть белый дуб из Гринсборо, Северная Каролина и вообще о компании Con Denim. Первый ролик об этой фабрике я делал в конце 2018 года, но ролика не осталось, как и старого канала. Посмотрел, что люди снимают, что рассказывают, что пишут, столько вранья и несоответствия данным, даже которые представлены сейчас на официальном сайте Con Denim. Я решил снять полную версию с дополнениями, с дополненными фактами и информацией, которую я собирал после первого ролика. История корпорации Con Mills началась в 1845 году, после того, как Герман Канн, еврейско-немецкий иммигрант, и семья его сестры покинули свой дом в Баварии, Германии, чтобы начать новую жизнь в Соединенных Штатах Америки. Почти сразу по прибытии в страну Герман изменил написание своей фамилии с Канн на Конн, посчитав это более американским написанием, поскольку фамилия Конн была известна в Америке еще в 1657 году. Герман Конн и его зять Джейкоб Адлер открыли бизнес по продаже галантерейных товаров в немецкоязычном галатском городе Джонсборо, штат Теннесси. Компания Конн и Адлер продавала обычные товары, такие как продукты, шляпы, ботинки и обувь, хотя в исключительных случаях они также продавали готовую одежду, что необычно для довоенного юга, где большая часть одежды шилась дома. Герман Конн встретил свою будущую жену Хелен Гугенхаймер во время одной из своих деловых поездок в Личбург, штат Вирджиния, в начале 1850-х годов. Она тоже была немецкой еврейкой, они пожеленились в 1856 году, когда ей было всего 18 лет. Их первым ребенком был Моисей или Мозес Конн, родившийся в 1857 году. Их следующим ребенком стал Цезарь Конн, родившийся в 1859 году. В ходе переписи населения 1860 года, проведенной до Гражданской войны, семья показала, что их владение недвижимостью и личным имуществом составляли внушительные 29 365 долларов. К 1861 году они закрыли свой бизнес из-за войны и вместо этого вложили деньги в недвижимость. В конце войны семья продала часть своей недвижимости, чтобы открыть свой родничный бизнес под названием Адлер, Конн и Шипли. Новый бизнес использовал бартерную систему для торговли товарами, поскольку в то время не хватало наличных денег. Они обменивали свои товары на ткани, а затем перепродавали их на юге за наличные. Во многих случаях они брали кредит под залог личной собственности и земли. Позже они на законных основаниях выкупили собственность по многим денежным долгам, которые им причитались должниками и по умолчанию конфисковывали и собрали сотни акров недвижимости. К 1870 году семья была богата недвижимостью, которой они владели. Семья Конн переехала в Балтиамор, штат Мэриленд, и открыла оптовый продуктовый бизнес под названием Гугенхаймер Конн и Компани. В семье теперь было семеро детей, пять мальчиков и две девочки, Кларибель и Эта, которые позже приобрели репутацию сестер Конн, коллекционирующих искусство. Этот оптовый продуктовый бизнес принадлежал нескольким родственникам, был окончательно распущен в 1873 году, и Герман занялся бизнесом со своими старшими сыновьями, Моисеем и Цезарем. Эта новая фирма называлась Эйч Конн и Санс, то есть Конн и сыновья. Два брата работали со своим отцом в его продуктовом бизнесе, в то время как в подростковом возрасте путешествовали по южным и восточным частям Соединенных Штатов Америки в качестве камеев. Моисей и Цезарь Конн в 1887 году инвестировали в компанию C.E. Грехом Милл в Эшвилле, Северная Каролина, которая производила хлопковые пледы. В 1893 году компания стала Эшвилл Коттон Миллс. В 1888 году братья купили часть фабрик по производству хлопка Солсбери, в Северная Каролина. Они также инвестировали в производственную компанию Минеола в Гибсон Вилле, Северная Каролина. Моисей и Цезарь Конн основали брокерскую компанию Конн Экспорт энд Комишн в 1891 году. Этот агент по продаже текстильных компаний на юге Соединенных Штатов конкуренты называли «клетчатым трастом». Штаб квартиры компании находилась в Нью-Йорке, в то время как она была зафрахтована в Нью-Джерси, а Мозес был ее президентом. В 1893 году братья Конн построили новаторскую фабрику по отделке текстилей в южной части США и назвали ее Southern Finishing and Warrior House Company. Компания выступила в качестве маркетингового агентства для 90% владельцев фабрик с юга. Компания фактически спасла многие обанкротившие южные хлопчатобмажные фабрики от банкротства, потому что она значительно улучшила их продажи и способствовала разработке более качественной продукции. В 1895 году они решили открыть свою первую ткацкую фабрику. Она расположилась в городе Гринсборо, Северная Каролина и получила название Proximity Cotton Mills. Фабрика была основана для производства джинсовой ткани в непосредственной близости от хлопковых полей, хлопкоочистительных заводов, складов и железнодорожных путей. Ткацкое производство в Proximity началось в 1896 году и было задействовано 7500 предельных станков и 240 ткацких станков. Чтобы обеспечить снабжение такого количества ткацких станков, пряжей сотрудникам приходилось работать на предельных машинах днем и ночью. В 1899 году была открыта фабрика Revolution Cotton Mills, вторая фабрика братьев Кон, основана для производства фланелевых хлопчатобмажных тканей. Фабрика была настолько современной, что произвела революцию в производстве хлопка на юге. В 1902 году начинается строительство новой фабрики в Гринсборо, чтобы помочь фабрике Proximity удовлетворить растущий мировой спрос на джинсовую ткань. Фабрику назвали White Oak, белый дуб, в честь 200-летнего дуба, который стоял неподалеку. Строительство шло 3 года и на момент открытия на фабрике были применены все новшества и новейшие технологии по производству ткани. В 1905 году фабрика White Oak открыла свои двери и в 1905 году с ее ткацких станков сошла первая джинсовая ткань. Вскоре White Oak станет крупнейшей фабрикой по производству джинсовой ткани в мире. К 1910 году фабрика White Oak обеспечивала треть мирового спроса на джинсовую ткань. В 1912 год с первой печатной машины на юге братья Кон открыли первую фабрику Proximity Printworks, чтобы производить набивные ткани, которые становятся все более популярными. В 1915 год компания братьев Кон, Кон Деним, начала свое давнее партнерство с Levi's Strauss в качестве единственного поставщика Денима, подписав договор, который прозвали Golden Handshake – золотое рукопожатие. Об этом Дениме я как-то рассказывал в 2019 году в новостном ролике от Bray Star Selvage. Компания Bray Star Selvage выпускала джинсы из Денима плотностью 14 унций с таким же названием Golden Handshake в честь давнего события подписания договора. На фабрике братьев Кон разработали Деним плотностью 9 унций специально для компании Levi's. В Levi's для пошива 501 модели долгое время использовали этот самый Деним. Из статьи журналиста Джоша Симса к 1920 годам поставками Денима для Levi's занялась фабрика Con Mills White Oak из Гринсбора в Северной Каролине. Там был разработан 9-унцовый Деним с красной кромкой, который получил название 0-1 и использовался только для модели 501 от Levi's. В 2015 году состоялось грандиозное празднование столетия со дня подписания договора золотое рукопожатие, то есть Golden Handshake. В 1921 год была запатентована линейка красителей Indigo Rob Dye. Сотрудники White Oak получают патент на машину для непрерывной окраски красителем Indigo хлопковой нити. В 1932 году компания братьев Кон исследует новые машины для санфоризации Денима, изобретенные Сэнфордом Клуэтом. Санфоризированный Деним запущен в продажу в течение нескольких месяцев. Как опубликовало в DNR, объем производства компании Kone на Proximity и White Oak достигает 75 миллионов ярдов в год. В 1936 году разработчики компании Kone Denim осознали, что джинсовая ткань должна меняться в соответствии с современным вкусом, чтобы выжить на рынке. До 4 апреля 1936 года они представили джинсовую ткань Kone Deepton Denim, инновация, которая быстро завоевала успех на рынке, благодаря своей прочной кожаной отделке, неизменному цвету и долговечности. В 1940 годы компания Kone была экологически ответственной компанией задолго до того, как это потребовало общественное мнение или государственное регулирование. Компания Kone разработала и построила станции по очистке сточных вод раньше других заводов, а также очистила сточные воды до того, как это потребовало федеральное законодательство. В 1943 год фабрики «Белый дуб» и «Перксимити» и «Революшн» получили награду Е армии и флота в качестве благодарности за помощь в борьбе во время Второй мировой войны путем производства военных материалов. Вооруженные силы купили около 70% продукции компании Северной Каролины во время Второй мировой войны, что дало текстильной и швейной промышленности столь необходимый импульс и возможность ввести важный вклад в тылу для фронта. В 1948 году была создана корпорация Kone Mills. Корпорация Kone Mills возникла в результате слияния компаний Proximity Manufacturing и Revolution Cotton Mills. В 1951 году, через три года после образования корпорации Kone Mills, акции компании стали торговаться на Нью-Йоркской бирже. В 1962 год был создан первый стрейдж-деним США. Компания Kone Mills была первым производителем в США, который начал производить и продавать эластичный деним. Компания сохранила лидерство в производстве тканей для рабочей одежды, но продолжила разработку этого нового типа продукции для растущих рынков повседневной и спортивной одежды. В 1969 году Гринсборо пострадал от сильного урагана. Фабрика White Oak была затоплена во время урагана с опроводавшегося наводнением, в ходе которого серьезно пострадали склады с произведенным денимом. Ткани решено было выстирать в специальном растворе для того, чтобы деним не покрылся плесенью. Но после стирки и сушки ткань приобрела своеобразный вид, который многим понравился, в результате чего на свет появился деним Pinta Wash. Новинка пользовалась очень большой популярностью. В Daily News Record появилась реклама, и дизайнеры, производители и различные торговцы поспешили разместить заказы, что принесло ей огромный успех. С 1975 по 1983 год была произведена полная модернизация производства в фабриках компании. При модернизации фабрик внедрены пневмоструйные и высокоскоростные бесчелночные ткацкие станки. Серные красители, введенные в процесс окрашивания, заменили частью красителей Индиго. В 1983 году компания Coen Mills чуть не стала жертвой корпоративного рейдерского захвата, компания Western Pacific, который начал скупку акций для враждебного поглощения компании. Coen Mills взяла кредит и выкупила акции, вновь став частным предприятием. В то время на 21 фабрике компании работали в общей сложности 10 800 человек. В 1980 годах качество иностранных производителей и тканей, многие из которых были в Японии, стало конкурировать с тем, что производилось в Соединенных Штатах Америки, что значительно снизилось стоимость денима, производимого в США. Из-за снижения стоимости и снижения продаж с 1977 года по 1990 год компания Coen Mills Denim закрыла 10 предприятий, в том числе и их первую хлопковую фабрику Proximity. 1994 год нанес двойной удар. Во-первых, вступило в силу Североамериканское соглашение о свободной торговле, NAFTA, которое фактически отменило тарифы на текстиль и одежду, среди многих других, между США, Мексикой и Канадой. В течение следующего десятилетия такие компании, как Levi's, Lee, Wrangler, Gap, Lucky Brand и многие другие, вывели большую часть своих производств из США. Из-за того, что внутри страны производилось меньше одежды, покупать отечественные ткани стало менее выгодно, и все больше брендов использовали ткани, изготовленные ближе к стране их производства. Во-вторых, Всемирная торговая организация призвала к 2005 году отменить квоты на текстиль и одежду во всем мире. Ранние страны могли устанавливать ограничения на количество тканей, которые они хотели импортировать, то есть США импортировали из Китая только 5 миллионов ярдов джинсовой ткани для масс-маркета, 2 миллиона паров джинс из Индии и так далее. Через 10 лет производители текстиля и одежды будут напрямую конкурировать друг с другом без такого регулирования, что искусственно защитить отечественные фабрики, такие как Con Mills, не сможет. В 1995 году компания Con Mills Corporation зафиксировали самый высокий годовой доход – 910 миллионов долларов, но при этом чистый убыток составил 3,3 миллиона долларов. В конце 1990-х годов фабрика White Oak вновь запустила тканские станки Draper X3, которые ткались с Elvage Denim. В начале 2000-х годов перенесли значительную часть производства в Мексику и Китай, чтобы снизить себестоимость денима. К сожалению, даже это не помогло привести дела фирмы в порядок, и в 2003 году она оказалась на грани банкротства. В марте 2004 года Wilbur Ross купил Con Mills за 46 миллионов долларов. Он также купил их давнего конкурента Bartlington Industries и несколько других более мелких производителей, и объединил их всех в новый конгломерат International Textile Group, сокращенно ITG, спасая их от банкротства и надеясь перевернуть отрасль, в конечном итоге переместив большую часть производства за границей. Однако, по словам рабочих комбината, Ross сказал, что он будет держать фабрику белый дуб White Oak открытым до тех пор, пока она будет приносить какую-то прибыль. Затем произошел бум на строение, сделанное в Америке, в мужской моде, и на фабрике наблюдался рост продаж, поскольку такие компании, как Renger и J.Crew, размещали заказы и создавали линии с именем White Oak. В течение многих лет завод работал стабильно. В 2007 году конденим представляет революционную запатентованную технологию пряжи S-GIN или S-GEN. Первую в своем роде. Пряжа S-GEN с технологией Dual Core, разработана для обеспечения превосходного растяжения и восстановления ткани. Чтобы создать эту пряжу, конденим использует два основных компонента – спандекс и непрерывную нить, которая оптимизирует растяжение и максимизирует восстановление ткани. В 2011 году конденим представляет линию экологически чистых джинсовых тканей Sustan Blue. В 2013 году открыли исследовательский инкубатор CON3D. Для технических инноваций был запущен, чтобы сосредоточиться на новых технологиях, выводящих инновационные продукты на новый уровень. Инновационные усилия были сосредоточены в областях производительности, комфорта, уникальности и устойчивости. CON3D – это джинсовая ткань, дизайн и разработка. В 2015 году CONDENIM в партнерстве с Vestex by Milliken производит огнестойкий деним. Коллекция тканей Vestex Indigo, изготовленная из CONDENIM, обеспечивает гарантированную огнестойкость в течение всего срока службы одежды с такой же эстетикой, мягкостью и комфортностью, присущей традиционным джинсовым тканям. Также в 2015 году CONDENIM возвращается к своим корням с представления материала Natural Indigo Salvage Denim, производимый исключительно на исторической фабрике White Oak в Гринсборо, Северная Каролина. Коллекция Natural Indigo создана в честь 10-летнего юбилея White Oak CONDENIM, когда заключила партнерское соглашение с Stone Creek Colors для эксклюзивной поставки натурального красителя Indigo для джинсовых тканей. В октябре 2016 года за 99 миллионов долларов Уилбург Рос продал эту группу компаний фонду Platinum Equity, а в конце следующего года американская фабрика CONMILS White Oak, располагавшаяся в Гринсборо, была закрыта из-за убыточности. При этом фабрики в Мексике и Китае продолжили работу. К сожалению, нынешние ткани CONMILS не пользуются хорошей репутацией среди знатоков. Denim с кромкой производится в Китае и в Мексике, в городе Парас. А качество у Denim заурядное, хотя, конечно, далеко не самое плохое. Selvage Denim компания выпускает до сих пор, но в небольших объемах. Вес производимого Denim варьируется от 5,5 до 16 унций на ярд. В составе бывает как стопроцентный хлопок, так и хлопок с добавками, прежде всего с эластаном, но иногда еще и с полиэстером. Штаб-квартира CONM Denim по-прежнему находится в городе Гринсборо. На фабрике там уже нет. Ее снесли, и чуть позже я вам расскажу, кто это сделал. Станки с закрывшейся фабрики White Oak были проданы американской фирме Vidalia Mills. Это новая фабрика, которая приступила к выпуску Denim в конце 2019 года. Этот амбициозный проект делает особый акцент на инновационности и заботе об окружающей среде, но заодно еще и уделяет большое внимание качеству продукции. Любопытно, что именно Vidalia Mills 26 сентября 2019 года купила 46 станков Draper X3, оставшихся после закрытия американской фабрики CONM Mills White Oak в Гринсборо, Северная Крылина. У их нового владельца компания JW Demolition, той же компании, которая в апреле 2018 года приобрела предприятие White Oak. Ее хозяин Уилл Гиллинджер ранее заявлял о своем намерении запустить ткацкие станки в их первоначальном доме, то есть на фабрике CONM Mills White Oak, после перестройки и пригласив работать старых рабочих, тем самым уговорив компанию CONM Mills продать станки ему в апреле 2018 года. Но как только были станки ему проданы, он снес просто фабрику и все. Вот так он обманул старых работников. Но, похоже, это уже не так, и эта информация опровергает все ролики, заявления, которые блогеры раньше писали и говорили о том, что японцы якобы скупили эти старые ткацкие станки после закрытия фабрики CONM Mills White Oak до производства японского денима в Японии. В 2020 году первая фабрика по производству джинсовой ткани CONDENIM предложит судебную медицинскую проверку отслеживания происхождения хлопка. Эта фабрика у нас находится в Парасе в Мексике. В 2021 году компания CONDENIM устанавливает новую современную систему очистки источных вод с нулевым выбросом жидкости на заводе в Парасе в Северной Мексике. Эта настраиваемость системы ультрафильтрации и обратного осмоса перерабатывает 90% воды, используемой при производстве джинсовой ткани. Сейчас полно споров, какой деним используют американские крафтовые компании. От старой фабрики White Oak, которую еще можно купить по спекулятивной цене на текстильных аукционах, благо были сделаны большие запасы и имелся не ликвид, а использование в пошиве денима с кромкой небольшое и шьют очень маленькими партями, максимально 100 штук. Или с фабрики из Мексики в Парасе, но там только деним без кромки, хотя последние пару лет уже производится и с кромкой. Что более актуально, экономически выгодно и правильно. Доставка недорогая, как и налог с продажей. Или из Китая везти очень далеко и большой налог с продажи, плохое качество ткани и нелюбовь американцев к китайскому дениму с кромкой. Это стоит заметить. Даже в разговорах, в переписке с производителями, они очень негативно относятся к китайским тканям. Вот что самое удивительное. Как они говорят, что проще купить ткань из Японии, цена небольшая разница получится с тканью из Китая. Да и есть чем заменить. Та же Видалио Милс, фабрика новая, которая работает с конца 2019 года, у которой отличное качество денима. Думайте и решайте. Но если компания пришивает нашивку с названием фабрики «Белый дуб», то неужели думаете, что деним из Китая или Мексики? За обман покупателей в США наказание очень большие штрафы, потеря репутации или тюремный срок, в отличие от нас. Закон, по крайней мере, у них еще работает. Любители денима, хочу напомнить, что у меня вы можете заказать кожаные ремни ручной работы, как из американской легендарной кожи «Хорвин» в трех цветах, и из английской легендарной кожи «Инглиш Брайдл», а также из итальянской кожи. Все ремни делаю по размеру заказчика. Пишите, делайте свой заказ. И носите как хорошие джинсы, так и с хорошими кожаными ремнями ручной работы. Вот на этом и заканчиваю свой ролик об этой легендарной фабрике из Гринсбора, Северная Каролина. Всем, кому понравился ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока!